Привет! Начинается влог вот с этого прекрасного чемодана. Ребят, посмотрите, мы сейчас вот в такой вот обстановочке. Это Андрей Грей. Мы записываем кусочек английский на мой трек, с которым, я надеюсь, буду выступать на Шри-Ланке. Вы прикиньте, я еще записываю впервые, не впервые, но на английском именно в своей песне. Я так рада, мне так нравится. Именно в своей квартире. Да, это очень комфортно и уютно, и вообще так разлаблено. Я теперь всегда хочу в своей квартире. За каждую студию. Ну что, ну что. Ребят, посмотрите, внимание, внимание. Раз, два, три. Они вскучные. Посмотрите, как они тусуются. Это что, блядь, вообще такое? Друзья. Где мы, Настюха? Мы, мы бизнес-классе. Бизнес-залеза. Обзор на бизнес-лаунч. Значит, бизнес-зал у нас имеется винеград, осталось морковью, горошек, свекла. Просто черная хрень какая-то. Горох. Просто горох, друзья. Всевозможное. Нет, не всевозможное. Идем дальше. Хлеб. Хлеб. Очень хорошо. Сколько, смотрите. Тут почищенные семечки, друзья. Пуриный бульончик от похмелья. Ура! Для меня. Вот это что-то очень некрасивое. Но вернемся к этому. Значит, ребят, это семечки. Как же удобно. Мы сейчас и наемся здесь. Очень замечательно. Пирожки с картошкой, пирожки с капустой. Пирожки с капустой. Я помню, мы были в Дубае. Бизнес-лоунчка. Мне было столько еды вкусной. Так что, ставлю пять с плюсом. Ребята, секрет кода. Я обожаю пирожки с капустой. Они просто... Пирожки с капустой, это топ. Я все-таки возьму какой-то салат. Какой? Винегретик? Ну, вот винегретик хочется как будто бы. Это единственное, что здесь более в норме. Я есть вот такая вот вкусняшка. Хочу хлопья. Ну, как будто на ужине в отеле. Хлопья он захотел. Пене с овощами. Бедро куриное запеченное. О, Господи, Боже мой, какой ужас. Это не лучше. Ребята, я решила сделать горячий бутерброд. Потому что тут есть мигроволновка. А что вы кушаете в бизнес-зале? Мы горячие бутерброды. Не завидуем. Без давности, пожалуйста. Ничего в этой жизни не меняется. Не меняется. Большой стакан только. О, Боже, я не могу это держать. Друзья, короче, чек. Мы креативные. Мы решили оставить чаевые молодому человеку. Он просто очень хорошо прямо на нас обслуживал. В общем, тут 5 валют. Рубли, дирхамы, евро, доллары и... Как они? Тенге. Шок. И сейчас мы посмотрим на его реакцию. Вот он там. Мы вас очень хотим... А можно вас снимать? Нет, да. Вот. Дмитрий, есть поверие, что в кошельке должна быть хотя бы какая-то денежка разной валюты. Поэтому мы вам приготовили подарок. Нашли посмотреть. Посмотрите, пожалуйста. Все, что там есть. Ну как? Что знаете? Вот это я не знаю. Тенге. Подсказки. А, тенге. Там еще евро. Тенге евро где-то. Зерхам? Там вообще и дирхам внизу. Дирхам где-то, внизу? Дирхам внизу, да, монетка. Монетка, дирхам. Еще должен был серопский динар. Он потерялся. Он потерялся, к сожалению. Я заберу только дирхам. Ты готовьте свои посадочные колоды. Только посадочные колоды. Типа понятно? Понятно? Объясняю. Левый, внутренний. О боже, как я давно не чувствовала такой воздух. Да, я сейчас бываю. Я сейчас отдыхаю. Друзья, состояние попитое. Вот прям как будто бы помяли, размазали. Очень хочется всем кушать в туалет и спать. И помыться. Да желательно все, короче. Отдохнуть. Ну вот эти ребятки вообще очень уставшие. Я еще такая, типа, о, вершка. Дубай, мол. Ну что ж, дорогие друзья, вот и покинули меня мои друзья. Поехали спать в отель. Я решила погулять. Я сейчас зайду, покушаю шейк-шак. Это самая вкусная бургерная, если так можно сказать. Ну, фастфуд лично для меня. Никакой Макдональдс, никакой Бургер Кинг не сравнится с этим произведением искусства. Но это правда очень вкусно. Меня попросили купить футболку для Германа Черных. Не знаю, почему он не взял обычную белую футболку. Но я суть в этом. В общем, я не знаю, что за бред. Но давай принимают доллары. Но оказывается, не все. Принимают только новые доллары. У меня были бумажки 1996 года. И мне сказали, о, это old dollars. Типа, мы не принимаем. Ушите поновее. Я такая, что, блядь, какая хер разница, какие они, old или, блядь, new. Слава богу, у меня была одна бумажка 2006 года. И мне повезло. Абсолютно, друзья. Я пришла в биржку. Ну, я люблю биржку. Я всегда захожу биржку. И мне нужна обувь на клип. Я ж не рассказала, собственно, что мы, куда мы вообще едем и что происходит. Давайте я вот сяду, и мы с вами нормально поболкаем. Давай посидим, давай поднимем, давай поговорим. Давай посидим, давай поднимем, давай поговорим. Ребята, посмотрите, рыбики большие. Вон, бесплатно можно понаблюдать. Читая, как я на лево ходила. Вы видите, что это? Мне туда нельзя. Мне туда нельзя. Я и так уже потратила много денег. Я не хотела вообще тратить в эту поездку ничего, потому что мы едем в нашу Виланку. Я не хотела ехать в Дубай и тратить, как всегда, до хера денег, как в прошлом году. Господи, я здесь купила. Ну, все бренды, которые, знаете, прям суперпопулярные, я в каждом магазинчике что-то докупила. Пипец. Ну, тогда времена были хорошие, друзья. Эх, какое солнце. Вау, ребята. Все, я иду кушать, и потом я просто иду гуляю, снимаю тиктоки. Все. Огромная проблема в том, что Дубай молни. Пипец какой огромный. Я здесь в один момент потерялась. Я уже думала, что я больше никогда не найду шейкшок и останусь голодными, и помру где-нибудь под экскалатором. Но хорошо, что есть вот эти вот путеводители. Боже, не смотрите на меня так, пожалуйста. Страшно становится, когда арабы смотрят на меня. Вот я сейчас прохожу все вот эти вот тачки, всех вот этих вот богатых людей. Чувствуется, конечно, вайп жесткий. Дубай. Это прикольно. Это очень красиво. Пока не забыла, кто будет покупать мои костюмы. Костюм покорил Дубай. Вот. Будете ходить в костюме, который покорил Дубай. Все, можно снимать здесь тиктоки. Очень, очень, очень чувствуется вот эта вот богатая жизнь. Я чувствую, как пахнет, понимаете, вот это вот все. Какие они все деловые, какие они все... Бля, так же я. Понимаешь, что хочется, очень хочется именно такой жизни, но так же понимаешь, Батя, что такого нужно сделать, чтобы ты настолько много зарабатываешь, чтобы жить вот так вот. Я не знаю. Самое главное, это любовь. Купы на деньги. Такая залупа. Я с детства не люблю эту тему, потому что деньги разрушили мою семью. Ну, травма такая, я не знаю, блядь. Минуточка, внуточек от семейных. У меня уже все, у меня нет сил. Все, до свидания. Не оставляйте это. Вы слышите звук Дубая? Мне нравится. Машины, птички. Звучит прикольно. Ребята, боже мой, господи боже, почему там не я? Ах, какая она офигенная. Это просто приятно. И так везде. И так везде. Вот куда ни посмотреть, везде офигенные тачки. Просто я тут сижу уже минут 10, и мне так нравится. Короче, что произошло сегодня? В общем, я поехала в Дубай Му, чтобы купить себе обувь на клип, потому что у меня не было подходящей обуви. Так получилось, что мне начали все писать. Сначала Гера, купи мне, пожалуйста, футболку белую. Потом Алиша. Какие-то батарейки нужно было купить для камеры. Еще Даша, наш помощник. Пленку нужно было купить. Потом Гера такой, а можешь еще купить мне ибансы? Ну и в общем, я сначала хотела всех послать. А потом подумала, ну ладно, как они без меня будут? Вот. Поэтому я, в принципе, все успела, что могла, то купила. И сейчас сижу и наслаждаюсь. Ну, из-за того, что Дубай, мол, очень большой, я так находилась сегодня. Ну, это даже плюс, потому что зато я растрясла весь жирочек, который наела в этом шейк-шаке. Боже, мне так нравится, я не могу, я просто, я сижу и такая... Как же я люблю путешествовать одна и просто находиться наедине с собой. Мне здесь так сейчас хорошо. И то, что я именно одна, я прям, я реально, я сижу и такая... Как мне нравится. Мы послушали нашу новую песню, на которой мы снимаем клип. You got it! Oh, да! Я об этом мечтала год! Просто Тим за рулем. Спасибо. Смотрите на этих красавчиков. Жена, жена, хоби и шейх. Опять их елики вот эти вот ваши. Я в шоке. Сюна, дедушка. Опа, опа. Еще раз сделай такие глазки? Какие? Блин, прям щенячие. Ну такие, папуська такая, миленькая. Да, пошел. Друзья, короче, мы ездим ходить и уже выбегаем через аэропорт. Все, я вижу бушевые и хвои. Ничего, шок. Все, и мы будем лететь очень долго до Шерландии. А потом ехать очень долго, 6 часов на автобусе. Я не знаю, как мы выживем, если честно. Научите ее снимать, пожалуйста. А то ты себе подбородок снимала, зай. Извините, пожалуйста, буду вот так вот. Всем привет. Это видеоблог. Простите. Друзья, подойдите, обнимемся. Постанова. Алиша, идите на. И кто лицемеры? И кто лицемеры? Раз, два, три. И кто лицемеры? Нам весело, а вам нет. Да, мы лучшие друзья, и мы со всеми общаемся каждый день. Мы всех очень сильно любим. Я вообще не люблю девчонок, кстати. Я их... Что там написали? Насте неприятно с ними общаться. Это обидно. Это обидно. Это обидно. А мы все хейтим их пару. Вот как написали, что мы вот ненавидим их пару. Все, это чистая правда. Вы аплодисменты. Я не понимаю, зачем так делать. Я второй день уже ем бургеры. Это очень плохо. Ничего страшного. Это нормально. Абсолютно целесообразное решение. Когда ты худеешь, нет? Пожалуйста, дайте мне сил, чтобы выдержать еще один перелет. Извините, это очень важно для меня и моя религиоза. Я не буду сидеть вместе с моим мужем. Экранчики. Экранчики. Пока мы еще не вошли, Тим ставил на то, что есть экранчики. Да, да, да. Классные бизнесы. Будут экраны? И четыре, три ряда сидений. Три, два, три. Вот так будет. Три, четыре, три даже. Ребята, прямо сейчас пишите в комментарии, будут экранчики или нет. И внимание, внимание, внимание. Экранчиков нет. Экранчиков нет? Экранчиков нет. Экранчиков нет. Ну что, не ори, не ори, пожалуйста. Экранчики есть, но они какие-то... Друзья, внимание, экран. Ну, просто если по десятибалльной шкале, я, конечно, не выпендриваюсь. Но я в шоке. Ребят воняет говной. Мы разъединены. Мы разъединены. Разъединены. Я вообще там все. Всем привет. Мне кажется, они все думают, господи, кто эти люди? Почему они здесь? Почему вы здесь? Я действительно не верю, что они летели. Это было очень тяжело. Ребят, есть ощущение, что пришли на массаж? У меня тоже. Твои ощущения при... Я не буду фоби на это все. Чана увидела таракана. Чай. Индийский чай. Ша! Ребят, первое ощущение, когда я вышла из самолета, такое чувство, что мы в сауне. Вот это вот спа-салон. Шоу-контент. Покупаем сим-карты, господи. Ребята, вот такие цены на сим-карты. Ребят, нас узнала вот эта женщина. Она нам делает сим-карты. И она следит за каждым. Она все знает. Вообще эмоционально. Опа. Первый пошел. И второй пошел. Так, 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 так. Мы наблюдаем, что происходит далее. Он совмещает их вместе. Он делает это очень невероятно и красиво. Он бежит за моим чемоданом. Он его берет нежно, красиво и элегантно. Далее. А лишний чемодан? Все. Все максимально быстро. Скорость. Страсть. Эмоции. Это все Макс. Немцы. Мне сказали перед этим, что сейчас будет шоу. Вау! Вот это я понимаю. Вот это норм. So crazy! Вау! Ну все, друзья, мы в автобусе. Это финишная прямая. Нам осталось два с половиной часа и мы будем на Вилле. Все. Мы это пережили. Почти. Ребята! Люди в аху просто не понимают, что происходит. Кто это? Здорово! Hi! Ну что? Слоны! Ждите меня! Такая вот ситуация здесь у нас происходит. Слышь, балла, отодвинься. Как? Как вы думаете, по десятибалльной шкале ножки как пахнут? Вкусно? После скольких перелетиков. Миленьких таких, хороших. Я думаю, просто вот так вот берем. Вот так вот. Здорово! И если кто едет, то в целом можно и усниться. Почему бы и нет? Это правда. Чисто всегда. Чисто и правда. Меняет просто, не знаю, стухшим яйцом перемоленным с человеческим трупом. Я дальше продолжать не буду. Ребята, мы взяли перекусить все по Сабвея. Сто лет его не ела. Мне здесь нравится. Особенно то, что здесь очень дешево. Тут очень. Это стоит 200 рублей. Может быть, даже меньше. Нет? Иди сюда. Thank you. Ммм, оно пахнет вкусненько. Может, не ходит? Мой айфон. Мяу. Ребятки, оно живое. Мы в гетто, но мы идем на ультра ухри лайф виллу. Как это происходит? Вообще не понятно. Первая береговая, между прочим. Видите, прямо сейчас. Боже мой, какой бассейн. Боже, так красиво. Вот и лебеди. Ребят. Можно здесь остаться не на один день, а хотя бы на недельку, пожалуйста. Я в шоке. Этот камень. Извините меня. Ребята. Ммм. Это я понимаю. Тего есть это? Здесь какие-то камни. Попробуем. Вашему мнению? Ну, неожиданно. Спасибо. На этом хватит. Ха-ха-ха. Я очень хочу здесь остаться. Пойдем на балках. Ребят, это я. Просто я, если что, всегда с таким выражением. Вау. Боже, друзья, я сейчас вам просто покажу. Посмотрите. Вы видите, что там? Ребят, сейчас мы проходим на крышу. Я специально не смотрю. Сейчас все говорят, что очень красиво. Я сейчас тоже это увижу. Раз, два, три. Лужечки. Во-первых, я впервые вижу океан. Я об этом мечтала. Я в шоке. Обалдеть, друзья. У меня просто нет слов. Очень плохо то, что я супер не выспавшаяся и уставшая. Не могу дать полную красочность своих эмоций. Но, поверьте, просто в шоке. Очень хочу на пляж. Я очень хочу сейчас все фоткать, снимать контент. Но я хочу спать. Я не знаю, блин, как разорваться на четыре части. Посмотрите на эту елку. Я не знаю, что это такое. Эта елка просто... Она как будто под водой. Знаете, вот такие водоросли. Но она на земле. Это наша. Твоя комната с Чаной. Красота, конечно, вообще просто. Любовь. Полная любовь. Крис, а где наша комната? А, я с ребятами? Боже. Тогда я вам рум-тур срочно устраиваю, ребят. Я тоже, получается, здесь. Так, внимание. Она пописала. Боже. О, господи. Нет слов одни эмоции, друзья. Особенно от запахов у меня уже нос просто такой. Это гардеробная. Фен просто вау. Не, ну вот это кайф. Но самое интересное это вот здесь. Видали? Это просто восхитительно. О, господи. Я такого никогда в жизни не видела. Я не знаю, как выражать реально свои эмоции, потому что... Так, спускаемся. Какой-то невероятный чаще. Я ползают всякие жуки. Я прям вижу, что они будут упасть мне на голову. Какой-нибудь страшный. Беспособного. А что, а почему мы тут туда не идем? Мы спрашивали, что надо идти. А, ну пойдемте. Крабик, где? Почему же Крабик будет? Позвольте идти. Ребят, наша вилла с другого ракурса. Красиво-то как вам? Мы в шоке, друзья. Я не знаю, куда идти. Сюда. Или сюда. Или сюда. Или сюда. Сюда. А, молодец. Хай. Мама. Мамочки, боже, мужчины. Не смотрите на меня, я пойду лучше. Боже мой. Нет, это просто вот это. Что это? Это рай? Я думаю, самое время попробовать водичку в бассейне. Итак, вот она моя шаренькая. А, вот она. А, я не знаю, я не могу ощущать, это будет тепло или холодно. У меня болит горло почему-то. Спасибо. Я хотела этого. Что с лицом? Лицо попроще сделаешь, а? Ребята, я собралась по-снимать тиктоки, я вышла на пляжи. Обалдеть. Как же тут невероятно красиво. Ребятки, вот так мило наше выглядит. В темное время. Так, друзья, вот это очень страшно. В данный момент. Вот в данный момент вот это очень страшно. Как будто такое только в ужастиках я видела. Как будто тут еще эти всякие крабы, вот эти вот ракушки. Главное, чтобы никто не вылезет сейчас и не обосрался и не напугал нас. Как вам такая ситуация? Вот ночью просто одному здесь идти, как? А как спускаться вот, ну, сейчас в данной ситуации? Осторожненько, главное. И оп! Давай руку. Какая-то щупая. Та-та-та. Не, ну, ночью поеду, потому что мне, конечно, реально страшно идти. Короче, зачем мы все-таки премся сюда? Мы премся, чтобы снять кусочек клипа у костра. О, огромного костра напряжу. Это наш клип, друзья. И ничего и больше. О, огромное кое-как. О, огромное кое-как. Попробуй поднять. А я видео снимаю. А-а-а! А-а-а! Ребята, первый съемочный день закончен. Самое классное, что сегодня было, это то, что мы снимали с детьми. Они были вот оттуда. Сейчас не видно, но они там. Они были очень миленькие. Мне дали маленького ребеночка. Маленького, маленького. Она была такая хорошая. Это пипец. Я была счастлива. Я почувствовала себя матерью. Все. И потом она убежала от меня. Мы достаточно устали. Сейчас будем кушать. Я сейчас подумала о том, что вот что будет, если ночью выйти пописать в туалет. Видите, она прям у меня смотрит. Ребята, мне страшно. Ее кто-то укусил. Ребята, короче, мы пошли с Чаной смывать косметику. И в один момент я такая, ну, надо взять мыло. Мыло. Я спрашиваю у Чаной, это мыло для пизды? Пизды. Пизды. Ребята. Такая миленькая. Может быть, это апельсин. Может, это цветок. Что, друзья? Мы приехали. Пять часов. Для меня это будем учиться не пять часов. Мы видим вот это. Но это еще не все. Теперь 45 минут идти до водопада. Короче, ситуация в том, что нам сейчас предстоит подниматься сквозь джунгли и обезьяны. То есть тут реально есть дикие обезьяны, которые могут очень заинтересоваться моим штативом с телефоном. Поэтому меня предупредили. У меня уже отдышка. Где мы, эти, здоровые. 21 год. Красиво. В целом водопад уже здесь. Вот. Можем начать снимать пальцы. Да. У меня уже сердце бьется. Мы просто поднялись. Что за бутыл? На два этажа. Посмотрите в камеру. Ползет. Смотрите, нас предупредили, что такие черви. Это не похоже на пиявки. Не похоже. Короче, сказали, что это пиявки, которые могут присасываться к одежде. Поэтому мы все оделись либо в носочках, либо в крышалках. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я вижу. Я вижу. Идет. Неужели. Неужели я сейчас это увижу? Ради чего мы шли сюда 45 минут? Все. У меня ротик закрыт. Ради этого стоило не идти сюда так долго. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ребят, я не верю своим глазам. Это просто невероятная красота. Я просто не могу иначе выразить свои эмоции, как какое-то чудо. Я не могу это. Правда, небольшой ливень на лицо, но ничего страшного. Обалдеть, как красиво. Ребят, все. Мы очень грязные, мы очень уставшие, но я наделала контент, как хотела. Это ОНО. Всем привет, дорогие друзья, это шоу. Сегодня мы находимся на Шри-Ланде. Бали, Бали. Индонезия, Шри-Ланка, Индонезия. Да-да-да. Хелло. Но вы не хотите, Мари, вы бомжи. Мы бомжи. Посмотрите, какой очень-очень классный бас. А мы чего? Ну, типа, горячо? Нет. Бенгра-карик. Вау. О, мой гад. Красота. Короче, я не совсем довольна моим луком. Ну, вроде, но. Но чтобы это было более-менее красиво, это я постаралась. Короче, ребят, если честно, вообще по одному месту все идет. Я красилась вот этот макияж у меня. Где-то за 10 минут просто в каком-то тук-туке непонятной какой-то маршрутке. Ноль комфорта, но что мы хотели? Мы, блядь, насрывались. Я, конечно, все понимаю, но света неумоверная. Просто невероятно. Привет, друг. Привет, друг. Экшен! Начали! Сейчас мы будем снимать сцену на поезде. Он вот-вот приедет. Ждем его. Тут очень-очень много людей, которые его ждут. И мне само интересно, господи, что же там такое? Просто что-то непонятное сделали вот здесь. Что-то передвинули. Кстати, зацените мои колечки, не маникюрочка. У меня, кстати, очень откровенный костюм, поэтому на меня напяли еще рубашку. И вот эту штуку, прикрывающую мою жопу. Потому что все, что на мне есть, это купальник и это сеточка, через которую все-все-все видно. А у них это не принято. И меня могут даже поезд просто не пустить, не говоря уже о местных, которые не принимают этого и смотрят вот так вот. Вот так вот. Я думала, он будет старый, а он какой-то новый. И я хочу старый, разваленный поезд. Что это соус? Господи, опять он идет. Куда мне деться? Бру.